Проверка нагрянула утром. Торговцы закрывают киоски и разбегаются в надежде избежать ее. Молодой китаянке, в отличие от ее боли, проворных коллег скрыться не удалось. Сейчас с нами вы поедете в миграционную службу. Куда? В улице Комсомольская, 7. В улице Комсомольская, 7. Ну почему? Потому что у вас нет разрешения. Я же не работаю, я просто каждый мудрый путик открыт. Вы здесь работали? Вы здесь работали? Я же не товар, не дорогая, не продаю. Вместе с другими задержанными она отправляется в миграционную службу. Предоставить проверяющим визы, разрешение на работу и даже страховые полисы многие продавцы не смогли. Мы здесь не работаем, а просто зашли, подряд покупать, задержали. На сегодняшний день все довольно-таки прозрачно, и поэтому иностранным гражданам, которые пребывают на территории Российской Федерации, необходимо иметь в себе весь пакет документов. То есть как бы это ни сложно, все зависит просто от самих иностранных граждан и лиц, которые пригласили их на работу. Документов не оказалось у 12 человек. Еще пятеро были направлены на процедуру медицинского осведествования на наличие наркотических средств. Анализ показал, что задержанные не наркоманы, но заплатить штраф за отсутствие документов им все же придется. Наталья Кладникова, Баир Саганов, Новости дня.